Молодые народу и утробу их, я свет ему пойду отдать. Милостью Божию я являюсь сыном священника. Мой папа Петр, Царство Небесное, знал очень хорошо младушку Валентину. Он постоянно ездил к ней на могилу. В то время священникам, это 60-е годы, время Хрущевского правления, это было очень сложно. Не вам говорить, многие читали об этом. Поэтому возникало очень много нападков на церковь для того, чтобы ее закрыть. В этом даже убеждали моего отца. И вот очень сложно было. И председатель колхоза, и председатель сельсовета очень давление было сильное. И папа всегда ездил к Матушке Валентине. За советом. Он приезжал к ней. Она ему советовала. Что это у него осталось. Не рассказывал, это не обязательно рассказывать. И всегда была ощутима настоящая помощь. Матушке Валентине ее молило. Оттуда он всегда привозил нам так называемые каноны. Вы знаете, это просворки сушеные, которые ложились потом в ларенице, размачивались и давались дома. И мы как бы вкушали, как вот контидор, как кушаем, так и это вкушали на каша. И вот самое большое событие в нашей именно семье в том, что Матушка Валентина предсказала. Когда моя мама, покойная Валентина, Царство Небесное, была, значит, у Матушки Валентины беременным последним ребенком. И вот когда она пришла к ней, она говорит, «О, моя тезка пришла и троих священников привела. Милостью Божию, средний брат протеерей служит в Полоцке. Ну, я служу в Калейдральном Минском Соборе. И брат мой в Гродно служит протодианом». То есть вот это сбылось. Многие моменты были, значит, электрички тогда могли отменять, могли не ходить. В то время. И папа, значит, собирается в Матушку, надо уже идти на электричку, опаздываю. А она говорит, «Подожди, подожди немножко». Нет, не послушался. Пошел. Пошел, а там мост снесло в этой вот, так ее, село это называется. Крысо. Крысо. Там деревянный мост был. Вот эти первые стали хорошими. Ну, возвратился назад. А я же говорил, не ходить. Дает ему окаписти, дает ему читать эти записки. И вот часто так очень много. Говорит, подожди, еще часок, часок. Вот то, что приходит, а мне было. Это деревички, если я вшиле. Ну, и милостью Божией и Господь сподобил. Я сам лично был матушкой Валентиной. Конечно, я видел ее так, как вот она изображена в своей постели, белым во всем лежит. Конечно, какое-то благовение, какой-то страх, ну, понимание такого, какое теперь пришло со временем. Конечно, тогда не было. Ну, может быть, кто знает так. Все как бы не так афишировало все церковное, все. Но в тот момент я какое-то чувство, такое вот благовение. И вот мы с папой, когда приехали, это было видно или 64-й, или 65-й год. Ну, и последнее, Владыка Митрополит уже перед Превославлением поручил мне составить тропарь-кандарь. Ну, как-то трудно было, что-то начинались первые слова, писал, писал. А потом все время молился и просил его, батюшка, разумею, научи меня как-то составить. И как-то ехал к папе домой. И по дороге, ну, в автобусе у него вдруг мысль такая, я карандашом тут же штрих сделал, один, второй. И потом вместе уже и Владыка, и все, и так, получились тропарей-кандарь. Вот. И в нашей семье сейчас, вот сколько мы всегда ездили, еще были дети малые, мы приезжали на могилку, всегда просили. И вот, честно так сказать, все, что было трудное в жизни, все у нас бывалось. По молитвам. То есть, если будем мы пробегать, Маши Валентины, именно с просьбой о тех делах, которые служат ко спасению, для разрешения нашей группы, для православного жития на земле, то тогда будет помощь. А если каких-то сейминутных просьб, то, естественно, они будут. Так что, святая Божьяна, в Азербайджане, в Азербайджане, в Азербайджане, в Азербайджане. Спасибо.